Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как выбрать мужчину и по какому принципу? Пишите вы. Мне 28 лет и серьезных отношений у меня никогда не было. Да и не серьезные были только один. Тут нужно сказать, что мужчина это человек, это личность как вы и на мой взгляд выбирать мужчину тем более по какому-то принципу не есть хорошо. Потому что в этом вы себя скажем так будете некоторым образом заставлять. То есть я бы больше сказал, что вы здесь право выдвигаете такую идею, что выбор он должен быть один и на всю жизнь. Это не совсем корректно. Мне кажется, что такие вот здоровые, искренние, теплые отношения можно построить только когда мы каждый день, каждую минуту выбираем быть с человеком. Вот поэтому здесь у вас что-то не про выбор мужчины. Ну, собственно, вы и говорите, как мне кажется дальше про что это. Следующий важный момент это серьезные и не серьезные отношения. Что такое серьезные и не серьезные отношения я, честно говоря, не знаю. Близость, в том числе интимная близость, никак не определяет серьезность отношений. Проживание вместе также, потому что люди могут находиться вместе, люди могут жить вместе, но отношений у них как таковых может не быть или они могут быть довольно-таки поверхностными, односторонними, скажем так. Так что само понятие серьезные и не серьезные отношения является стереотипом. Вероятно, как и является стереотипом то, что вы хотите выбрать мужчину. И тем более стереотипом является принцип этого самого выбора. Я бы здесь порекомендовал ориентироваться на себя, на то, как вы чувствуете себя с человеком, как вам ваши ощущения с ним и соответственно уже на это ориентироваться. Дальше. Я страшно боюсь одиночества, почти вы, но и боюсь отношений. По сути, здесь вы говорите о том, что вы не знаете, какая вы себя не чувствуете. Человек боится одиночества, когда ему некомфортно наедине самому с собой. И, на мой взгляд, это довольно серьезная ситуация, потому что из страха одиночества, например, вы не построите здоровых отношений. Потому что вы будете, собственно, бояться одиночества и, с одной стороны, либо не пойдете на сближение с человеком, с другой стороны, будете от него зависеть. У меня здесь возникает только один вопрос. Считаете ли вы свой страх одиночества и страх отношений, ну, скажем так, объектом или темой, или запросом для психотерапии? Потому что вы об этом говорите так, как будто с этим не нужно ничего делать. Необходимо выработать личные границы, чтобы не бояться отношений и сближаться максимально адекватным для вас, приемлемым способом. И необходимо обираться на себя, принимать себя, чтобы не бояться одиночества. Сейчас вы, как мне кажется, что-то в себе достаточно сильно отвергаете. И, соответственно, вам это не может не мешать выстраивать отношения с мужчинами, хотя бы потому, что вы сверх мотивированы на это. Когда человек сверх мотивирован на что-то, ему сложнее этого добиться исчезает. Естественность исчезает, спонтанность исчезает, импульсивность в хорошем смысле этого слова и так далее. В данный момент я выбираю город для жизни, определилась, где жить и сработать. Мне кажется, здесь важнее не город, где вы могли бы жить, хотя это тоже важно, и не работа, хотя это тоже важно. Я бы сказал, что смотреть нужно на то, что вам хочется, на то чем вам нравится заниматься. Забегая чуть вперед, я могу сказать, что ваша стратегия, такая вот не свобода, стратегия того, что вы вырвались, допустим, на свободу, пускай и не надолго. Она как-то заведомо заранее обесценивает любую вашу деятельность, потому что мне показалось, что выбрав машину, создав семью, заведя ребенка, вы ставите как будто бы на себе крест. Ну, соответственно, работу на год или на несколько лет, вам найти будет довольно проблематично, потому что работа здесь, становясь объектом, выступает, к сожалению, довольно переоцененным предметом вашей деятельности. От счастья, поэтому не хочу начинать с серьезных отношений. Ну, повторюсь, серьезных отношений не бывает. То есть то, что вы их боитесь, отношения, это один момент, но именно серьезных отношений не бывает. Так же, как и не серьезных. Любые отношения – это отношения. Вопрос в том, какие они. Сейчас я поддерживаю редкое общение с первым парнем, но он сам практически не пишет. Подыскиваю мужчины на легкие отношения. Даже хотел бы иметь отношения с несколькими мужчинами. Это супер, но нужно понять, из чего проистекает такое ваше желание. Как бы здесь ни было потребности что-то доказать себе или мужчинам. Удивительное дело, вы используете слово «легкие» в контексте отношений. Легкие отношения означают, что у вас были тяжелые отношения. Тяжелые отношения – это как раз те, где вы не чувствуете себя самой собой. Вот вы и ищете отношения, где, по вашему мнению, вы могли бы не терять свою свободу. Соответственно, сейчас, когда отношения, по вашему мнению, будут серьезными или будут грехогрозить перейти в серьезные, вы, скорее всего, будете от них бежать. Потому что вам будет страшно расстаться со своей свободой. На самом деле, в отношениях совершенно не обязательно терять свободу. Совершенно не обязательно как-то растворяться и так далее. Другое дело, что вы этого не умеете. Но, повторюсь, если вы поработаете с личными границами за страхом одиночества, то вполне вероятно, что все это пройдет. Вполне вероятно, А на 100%. Так, выбираю по внешности. Если идет этап к общению, то смотрю на общение. Но для этого достаточно внешности, но мне важно, чтобы человек с уважением относился к моим желаниям. Мне кажется, что, несмотря на внешнюю адекватность ваших требований, здесь можно увидеть противоречия. Ведь, чтобы уважать ваше желание, нужно увидеть в вас личность. Для этого чисто по внешности не выбирают. Снова забегая четвертки, хочу сказать, что, чтобы уважали ваше желание, и забираете людей, которые уважали бы ваше желание. Сайты знакомств не лучшее решение. Там люди, как раз таки, выбирают по внешности. И сами люди являются, по большому счету, там товарными. Исключения, конечно, бывают. Исключения, конечно, имеют место быть. Но чаще всего ситуация, к сожалению, именно такая. Дальше. Значит, соответственно, противоречия нужно разрешить. После первого парня, я долго ни с кем не знакомилась. И не готова была опять вкладывать сообщения. Я вымыдывалась. Что означает, что вы не умеете быть свободны. Не умеете быть сами с собой. Самой собой. После... Так, сейчас активно сижу на сайте знакомств. Но когда мне интим в лоб предлагают, я тоже так не могу. Мне надо знакомиться и увидеть человека. Я думаю, что вы заметите здесь, что, опять же, возникает противоречие. С одной стороны, вроде бы все адекватно. Вроде бы вы имеете право, как бы, встречаться с человеком только для интима. Вы имеете право на легкие отношения. Но и с другой стороны, вам в таком случае имеют право и в лоб предложить интим. Но вы говорите, что мне нужно познакомиться с человеком. И увидеть его. А ведь если вы выбираете по внешним параметрам, то в социальных сетях это вполне реально и вполне достаточно. Да, есть заплан, но тем не менее. То есть, такое ощущение, что при внешней адекватности вашей позиции в ней угадывается некоторая двойственность. В ней угадывается некоторая противоречивость. Двойственность и противоречивость, как правило, появляются при тревоге. Тревога, в свою очередь, это, как правило, ну, какое-то такое вот ожидание чего-то плохого. Опираясь, например, на предыдущий опыт ваш, например. Здесь не сложно увидеть параллель с тем, что вы боитесь отношений. Вы боитесь отношений и это для вас слишком тяжело. То, что вы вымыслились, то, что вы, условно говоря, вот как раз таки не хотите вкладываться общением в новые отношения, говорит о проблемах личных границ, с личными границами. Здоровые отношения такие, где вы не вкладываете в узком значении этого слова. Где ваш вклад – это и есть ваша природа, это и есть вы. Но для этого нужно себя чувствовать. Поэтому то, что вы сейчас подходите к отношениям вот так, я имею в виду, с опаской какой-то, да, с осторожностью, с взвешиванием. Вот, это нормально. Но то, что лежит в основе этого, необходимо прорабатывать. Дальше. По внешности мне мало кто нравится. Здесь это, опять же, связано с тем, что, первое, вы идеализируете некоторый определенный образ, скорее всего, и второе – это то, что, опять же, вы боитесь, боитесь сближаться. Понимаете, вероятно, вы ищете свой идеал, который, скорее всего, вы не найдете. А если найдете, то, ну, вероятно, будете от него зависеть довольно сильно от идеала. Вот. Поэтому тут заранее получается такая бесперспективная позиция. Вот. Еще я пропочитаю людей из определенной тусовки. Они, например, тусуются в нескольких ресторанах нашего города. Но вживую я не могу подойти и познакомиться мне с стыдом. Со стыдом тоже необходимо поработать, его необходимо раскрыть, необходимо увидеть то, что есть еще помимо стыда, то, что вы в себе не замечаете. Да и много про некрасивых. Я не знаю, кого выбрать. Да и стремно предполагать свободные отношения. Как правило, отношения сразу к девушке соответствующие. Здесь снова угадывается ваша двойственность и противоречивость. С одной стороны, вы хотите свободных отношений, с другой стороны, такое чувство, что не хотите брать за это ответственность. Это очень важный момент, потому что вы ведете себя как жертва и, соответственно, вами можно как манипулировать, так и управлять, использовать. Вот. Несложно увидеть, что здесь очень сильная стереотипизация на членах происходит. То есть, как правило, соответствующее отношение к девушке. То есть, здесь вы себя, свою ценность не сводите до определенных социальных ролей. Конечно же, социальные роли очень важны в жизни человека. Но ни одна социальная роль, даже несколько социальных ролей не определяют самого человека полностью. то, о чем говорите вы, к сожалению, демонстрируют, что именно социальная роль является как будто бы определяющим вас, определяющим вашу ценность. Это не так. Повторю. Вы говорите про то, чтобы ваши желания, например, уважали, но при этом, при том, что вы так говорите, вы, похоже, сами свои желания не уважаете. Похоже, сами их обесценивают. Вот. Еще неплохо было бы увидеть, почему вам нравятся люди, как вы их сказали, из нескольких тусов. Но я не думаю, что красивые мужчины находятся только в этих тусов кедами, что здесь есть что-то еще, здесь есть что-то еще. Очень, очень важно. И это про вас. Это не про мужчин. Это именно про вас. Это именно про ваши определенные чувства. Это именно про ваши определенные потребности. Это именно про ваши желания, про вас, про вашу личность. Но вы сейчас приписываете их мужчинам из определенной тусовки. Якобы красивые. Нет, я верю, что они красивые. Но я также знаю и то, что непривязываемая красота людей к определенным местам. Как бы здесь мы не говорили снова про что-то другое. Хотелось бы с вами это поисследовать. Я думаю, что если вы следили за моей мыслью, то несложно увидеть, что вам сейчас на данный момент отношения пока лучше не устраивать. А заняться психотерапией для того, чтобы укрепить себя. А отношения на данный момент могут вас довольно серьезно травмировать. Дальше. Сейчас впервые мужчина на улице познакомился со мной, но я не захотела именно то, что он внешне не понравился. Ну, здесь конечно ваше право, но на мой взгляд отказываться от знакомства с мужчиной только потому, что он вам не понравился. Внешне несколько поверхностных. Потому что восприятие человеческой красоты меняется постольку, поскольку мы человека узнаем. Дальше. На улице много смотрят, мне приятно, но мне странно дарить себя одному. Почему вы воспринимаете это как то, что вы дарите себя одному не очень понятно. Мне кажется, что здесь вы воспринимаете себя как своего рода вещь. Но это не так. Это не так. Вы можете быть привлекательным, вы можете быть ярким, эффектным и так далее. Но это можно достичь по-разному. Можно достичь этого через вот такой подход. А можно достичь этого через другой подход. Через выражение своей природы. Если вы одеваетесь, ведете себя, говорите так как вам хочется, так как для вас естественно, то это будет иметь схожий внешний эффект, но существенно различающийся на субъективном уровне. И если вы захотите демонстрировать это нескольким мужчинам, то ваше право. Но повторюсь, у меня есть только ощущение, что сейчас вы воспринимаете себя больше как вещь, больше как ценность и хотите себя, что называется, подороже продать. Ну, если вы хотите себя подороже продать, вас могут, конечно, купить, но вот как, когда вас купят, окажете, что вы в полной власти такого мужчины. То есть, опять, несколько нездоровые, может быть, даже социозависимые и совершенно точно травматичные для вас отношения, которые, скорее всего, будут подтверждать ваши предыдущие опыты. Никто никому себя не дарит. Мы все, если отношения у нас здоровые, мы просто выбираем действовать как-то, проявлять себя как-то с этим человеком. Это не дарение. Отношение – это не дарение, не дар. Отношение – это выбор. Отношение – это проявление нас самих. Понимаете? Дар – это лишь отдаленно можно воспринимать как то, о чем я говорю сейчас. Да. Но все же, мне кажется, что ценность человека не сводится к дарению. Куда более интересно, то, что вы, в принципе, приходите к мысли о том, что вы себя можете дарить. Это было бы интересно. Интереснее было бы это поисследовать. Каким он должен быть, по какому принципу выбирать. Ну, об этом я уже сказал. Насчет принципа. А вот то, каким он должен быть, здесь также ошибка. Во-первых, мы не знаем, какая вы до конца. И, соответственно, каким он должен быть, то есть некий такой образ. Так сказать, анимус – это первичный мочковый образ у женщины. Ну, вообще-то анимус и анима – это первичный женский образ присутствует у всех людей. Просто мы здесь говорим о том, кто стоит на первом плане, на переднем плане. Так вот, вы здесь также себе противоречите. С одной стороны, вы говорите, что мне мало кто нравится. С другой стороны, вы говорите, что красивые мужчины есть в одной тусовке, и они сто процентов для вас красивые, но вы не подходите к ним, потому что это стыдно, и потому что у вас стереотипизация мышления. А с другой стороны, вы спрашиваете, а каким он должен быть, каким должен быть мужчина. И, как вы думаете, какой, вы думаете, будет ваша реакция, если, например, мы вам скажем, что именно тот мужчина, который с вами познакомился на улице, именно тот мужчина, с которым вы не стали общаться, потому что он не понравился вам и должен быть вашим мужем. Понимаете? То есть, сами того не замечая, вы, по сути, ввергаете себя в пучину зависимости, если не от мужчин, то от психологов, если не от психологов, то от стереотипа своего мышления. Дальше. Если я не готова сейчас, буду ли готова потом? Ну, здесь вопрос, конечно, довольно деликатный. Дело в том, что, например, я считаю, что нельзя быть готовым к отношениям человека или в отношениях, или нет. То есть, нельзя, нельзя именно, что быть готовым к отношениям. Знаете, готовность к отношениям, это то же самое, что готовность поесть. Мы готовы к поесть, когда мы хотим. Мы можем поесть, когда мы не хотим, но это будет, по сути, как мне кажется, повыне такой серьезной ломкой себя. Поэтому я бы сказал, что очень важно здесь правильно интерпретировать то, о чем вы говорите. Мне кажется, мне кажется, что вы действительно не готовы сейчас, но не потому, что вы не готовы, а потому, что вы не хотите сейчас. Вот просто не хотите. А не хотите вы по ряду причин. И вот эти причины вам необходимо для себя выявить. Вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому здесь мне кажется, вы немножечко некорректно используете слова, например. Понимаете? Да? Вот. Это очень важный момент. Я не думаю, что фиксация на готовности или неготовности к отношениям. Можно чего-то добиться. Понимаете? Да? О чем я пытаюсь сказать? За готовностью или неготовностью, ну вот, по большому счету, прячется ваш, опять же, страх. Страх. Страх вероятнее всего. Именно отношения. Понимаете? Какая штука. Вот. Дальше. Главное не быть одиноко. Это самое страшное. Ну и родить хотелось бы, пока могу. А зачем рожать? Ну вот, серьезно. Для чего? Речь не о том, что вам не нужно это делать. Речь немножечко о другом. Речь о том, какой смысл вы в это вкладываете. Какой смысл вы вкладываете в рождение, например, ребенка. Что это для вас? Вот. Мне кажется, что на данный момент вы этого не очень так, скажем, хотите. Вот. Ну, хотя бы, хотя бы, хотя бы потому, что вы тяготитесь, ну, несколько тяготитесь именно вот отношениями, да? Вот. Поэтому я бы здесь был несколько внимателен к себе и к тому, что вы вкладываете в рождение ребенка. Дальше. Я даваю себе срок, что могу погулять до двадцати девяти полгода, а потом искать мужа. Вы, правда, думаете, что это работает так? Не знаю, как он должен быть. Не страшно, что я должна выбрать одного, и я не знаю, что это будет. Подскажите, какое есть определение в этом вопросе. Я думаю, вы сами ставите себе. Мягко говоря, сложные задачи. Задачи, которые, мягко говоря, не имеют ничего общего с реальными отношениями. Во-первых, во-первых, мне кажется, что погулять полгода, а потом искать мужа, как вы говорите, это фикса, потому что мужи не валяются в каком-то складе, откуда их привозят в магазин. Муж – это человек, это личность, и с личностью нужно выстраивать отношения. И в этих отношениях, если выстраивать их правильно, если выстраивать их адекватно, если выстраивать их подготовленные, внимательные к себе, не будет ничего плохого и не будет ничего отяготящегося для вас, отягощающего вас и отягощающего его. Простите, не сразу подобранное слово. Но сейчас то, о чем вы говорите, является опять же стереотипизацией вашего мышления и восприятия мужчин. Я бы даже сказал, что как будто бы к мужчинам вы относитесь достаточно враждебно, принимая их как неизбежное зло. Понимаете, ставя себе задачу искать мужа, вы не ставите себе задачу сделать кого-то счастливым, потому что вы этого хотите. Вы ставите себе задачу сделать что-то, что вы должны, а здесь свободны быть нельзя. Нельзя здесь быть счастливым, нельзя здесь быть самодостаточным, понимаете. Почему именно полгода вы дали на себе погулять, потому что стереотип, потому что в 29 лет уже пора искать мужа, а что будет потом, понимаете. У вас очень много здесь тревоги, очень много желания оправдать какие-то привычные для вас цели, но которые вам может быть не подходят. И именно из-за которых у вас не получается устраивать отношения. И скорее всего, которые являются источником того, что вы саботируете любое сближение с мужчиной сейчас. Понимаете, то есть я хочу, чтобы вы увидели, что вы не говорите про личностные отношения, вы не говорите про взаимодействие между двумя людьми, вы говорите либо про гендерные, либо про семейные отношения. Но гендерные и семейные отношения без личностного аспекта, к сожалению, являются очень ограниченными, очень обесценивающими каждого из партнеров. Это касается и вас, это касается и мужчин тоже, к сожалению. Дальше. Я не знаю каким должен быть муж. А почему вы решили здесь, что знаем мы? Почему вы шипяете, что мы можем знать каким должен быть ваш муж? Дальше. Мне страшно, что я должна выбрать одного и я не знаю как это будет. А как вы думаете, почему вам страшно? Из-за чего? Подскажите, как найти определение в этом вопросе. Подскажу. Вам нужна психотерапия. Аноним. По-другому здесь, на мой взгляд, никак не подсказать и никак не определиться. Вы хотите опереться на определенную концепцию, но она для вас может не подходить. Вы знаете, мне кажется, что вы сами себя воспринимаете как определенную концепцию. Ну, например, что не за что найти мужа – это долг. Родить ребенка – это долг. Не потому что вы этого хотите, а потому что это долг. Но вы не должны. Тем более, делать это из страха одиночества. Ну, это, согласитесь, вообще как-то очень и очень грустно получается. Поэтому, я думаю, что вам нужна переоценка своих взглядов. Подоценка своих ценностей и умение слышать и слышать, что важнее себя. И вот тогда вы станете более открыты для людей, сможете более открыты и свободно общаться с людьми. И сможете реализовываться. Самое главное – ваша собственная реализация. У меня такое ощущение, что вы не можете определиться, по-моему, я об этом уже говорил, с работой. Именно потому что не очень понятно, в какую сторону, как вы хотите реализовываться. И поэтому работа вам не особо интересна. А ведь внутри вас есть стороны, что вы можете выразить, можете реализовать. Но пока что этого не делать. Если сформулировать как-то общую картинку, то я бы сказал примерно следующее. Что вы нарисовали себе сами монстров. Вы нарисовали себе сами определенную тюрьму. И с этой тюрьмой и с этими монстрами пытаетесь бороться. Не осознавая, что это все продукт вашей иллюзии. Это все продукт стереотипизации восприятия себя и мужчин. А можно и других людей тоже. Вам необходима работа по корректированию этого. По адекватному воспроизведению этого. В конце концов, если у вас семейные ценности. Если вам нужен именно муж. Это предполагает определенные действия. Которые, к сожалению, никак сейчас не укладываются в ваше поведение. Почему? Потому что человек, который будет разделять такие ценности. Будет интересоваться вашим прошлым. И если это прошлое станет ему известно. Он начнет вас обвинять. И всячески третировать. А скрывать это прошлое. То есть обманывать. У вас не получится. Если вы выступаете за более свободные отношения. За более, словно в смысле, ваши ценности не семейные. То это вот другая цена. И вам нужно принять решение. Совершенно не обязательно выбирать что-то одно. Совершенно не обязательно выбирать одного. Как вы говорите. Вот. Возможно, вы боитесь сделать выбор. А пока что. Вы выбираете мужчину как товар. Вы боитесь выбрать товар. Потому что боитесь, что он не будет оказывать вам услугу надлежащего качества. И это верно. Но отношения строятся не на выборе товара. Отношения строятся на контакте между людьми. На ощущение, желание что-то делать для другого человека. Отношения строятся на синергии нескольких ваших сторон. Такие как реализация. Такие как ваши ценности. Такие как ваши личные границы. Такие как ваши чувства. И так далее. И все это необходимо вам в себе увидеть, изучить и научиться использовать. И тогда у вас будут те самые люди, которые вам идеально подходят. Для этого придется признать, что тот образ себя, который сейчас у вас есть, является надуманным. И быть готовым отказаться от него. Процесс этот не быстрый. Процесс этот сопряжен с сопротивлением, с непринятием. Возможно даже с конфронтацией. Но, тем не менее, этот процесс необходим. В противном случае, я думаю, что в вашей семье будут серьезные проблемы. В таких отношениях, где люди воспринимают друг друга только в гендерном или семейном контексте, я видел немало. И везде это отношения, имеющие определенные проблемы. Конечно, бывают исключения. Бывает, когда люди идеально, словно кусочки Павла, совпадают друг другу. Но, это скорее исключение из правила. Чудо, если хотите. И ожидать, что это чудо случится с вами, можно всю жизнь. И так никогда и не дождаться. Кроме того, подобные отношения имеют свойство, что называется, скрытого роста. Когда один из партнеров может, сам того не замечая, меняться и перерастать другого. Такие случаи тоже я знаю. И когда партнер перерастает или когда он замечает то, что он перерос, перерос, конечно же, возникает кризис. Потому что другой партнер оказывается к этому не готов. Поэтому лучше, если люди развиваются так, как они хотят, сразу с начала отношений. Лучше, если люди устраивают свободные, не всегда в мультивном смысле, отношения сразу с самого начала. И если повезет, что эти люди захотят провести вместе со своей жизнью. Прекрасно, но пока человек не проживет всю свою жизнь, он не узнает, захочет он прожить с кем-то всю жизнь или нет. Клятвы – это просто слова. Я думаю, что в данном случае вы высказываете очень сильную степень недоверия себе. И научиться доверять себе может стать еще одной серьезной задачей психотерапии для вас. Если вы к этому, конечно же, готовы. Повторюсь, вам нужна помощь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Подписывайтесь! Рюхат